Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы доступна на сайте метр12.ру, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. Увеличение прожиточного минимума для пенсионеров, обеспечение жильем детей-сирот. Эти и другие вопросы будут вынесены на обсуждение депутатами Государственного собрания МРИЛ на очередной сессии, которая пройдет в следующий четверг, 25 октября. На повестке дня 40-й сессии 19 вопросов. Помимо уже перечисленных, депутатам предстоит внести корректировки в закон о региональном бюджете, назначить мировых судей, рассмотреть вопросы налогов и сборов, проведения выборов и референдумов, обсудить проблемы энергоэффективности и местного самоуправления. Впрочем, главными все же будут социальные вопросы. Так планируется увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на будущий год до без малого 8200 рублей. Соответствующие поправки согласованы в Комитете по бюджету Госсобрания. Кроме того, Комитет одобрил поправки в закон о региональном бюджете, которые предполагают снижение затрат на обслуживание долговых обязательств региона. Также будут распределены субвенции муниципальным образованием республики на оплату труда работников школ и детских садов. Одна из главных задач дорожной отрасли МРИЛ – развитие транспортной инфраструктуры, состояние которой напрямую влияет на региональную экономику. Об этом заявил Александр Евстифеев, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников предприятий дорожного хозяйства. Глава республики не только вручил награды, но и обозначил задачи на ближайшую перспективу. Качество жизни людей и в городе, и на селе напрямую зависит от состояния дорог общего пользования. В МРИЛ успешно реализуются не только адресные республиканские программы, но и масштабные федеральные проекты. Они охватывают абсолютно все транспортные артерии, ведь мелочей здесь нет. Для людей одинаково важно иметь как хорошую дорогу между небольшими отдаленными населенными пунктами, так и качественные магистрали в городах и районных центрах. Поэтому, несмотря на праздник, глава республики четко обозначил задачу на ближайшее будущее. Необходимо отремонтировать и привести в полное соответствие с современными требованиями. 162 километра дорожной сети Шкаролинской агломерации и 1135 километров республиканских дорог. На 54% снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в столичной агломерации на 60% на дорогах на 10% уменьшить протяженность дорог, работающих в режиме перегрузки, и в конечном итоге снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза. Реализация столь амбициозного проекта невозможна только за счет технологий или везения. Здесь необходим профессионализм, здесь толковый подход, грамотные технические и управленческие решения. Все это, уважаемые коллеги, в ваших силах, на все это руководство республики рассчитывает. И, как всегда, в каждой отрасли, и у вас тоже, люди, это главный ресурс отрасли. И вот сегодня мы рассчитываем, что работа будет организована таким образом, что все профессионалы смогут выйти на уровень достойной самореализации, показать свои возможности, ну и, в общем, гордиться результатами своего труда. А результаты труда, что называется, налицо. Все лето дорожники занимались не только ямочным ремонтом, но и масштабной реконструкцией пришедших в негодность магистралей. С 2019 года, согласно указу президента страны, начнется приведение в нормативное состояние региональных дорог не только федерального, но и республиканского статуса. А к 2024 году 50% всех дорог России, в том числе и в республике, должны будут соответствовать нормативу. Чтобы понять, что такое норматив, достаточно проехать по Казанскому, либо по Кокшайскому тракту. Поэтому главное сейчас сохранить трудовой профессиональный коллектив, ведь именно люди должны будут выполнить эти масштабные и такие важные и нужные задачи. Вы знаете, дорожная отрасль – это отрасль, которая требует коллективных кадров. Конечно, у нас основная база, так сказать, кадров – это старшее поколение, но приобретением новой техники, которая современная, фрезы, укладчики, они цифровые уже сегодня, другие машины, значит, молодежь подтягивается. Будем работать, не покладая руку. Главное – правильно сориентировать, расставить акценты, заготовить материалы. Ну, все это знакомо. Коллективу, я думаю, что мы не подведем ни главу республики, ни жителей республики Морэн. Естественно, что в праздник по старой доброй традиции чествовали лучших работников отрасли. Среди них те, кто своим ежедневным трудом в разных районах республики связывает транспортными артериями различные населенные пункты. Не обошлось и без критики. Причем глава республики адресовал ее не только дорожникам, но и себе лично. Ни под каким условием ни одной женщине мы к награде не допустили. Спасибо вам за такие рекомендации. Ну и мой адрес тоже упрек, потому что я согласился с вашим предложением. Хорошего торжества. Критика обязательно будет учтена в будущем. Помимо этого, главный аспект при проведении дорожных работ будет сделан на обеспечении безопасности и высоком качестве нового дорожного полотна. Ведь к 2024 году каждая вторая дорога республики должна приятно порадовать жителей и гостей Мариел. В Мариел в текущем году более чем в два раза снизилось число незаконных рубок древесины. По данным регионального Минприроды, за 9 месяцев 2018 года в республике зафиксировано около полусотни фактов действий черных лесорубов. Тогда как в прошлом году за тот же срок было зарегистрировано 103 подобных факта. При этом объем незаконных вырубок, а также размер ущерба, причиненного лесному фонду, снизились за год в 4 раза. К уголовной ответственности в нынешнем году привлечено 5 черных лесорубов. Еще четверо отделались административкой. Отмечу, что примерно 40% нарушений в данной сфере совершено арендаторами леса. Как правило, это связано с несоблюдением гранит зеленок и правил заготовки древесины. Лучший участковый уполномоченный полиции Мариел работает в поселке Марки. В республике подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». По результатам онлайн-голосования, в котором мог принять участие каждый житель Мариел, победителем в нынешнем году стал капитан полиции Александр Александров, набравший подавляющее большинство голосов. Свою карьеру в органах внутренних дел «Народный участковый» начал в 2009 году. В настоящее время он ведет работу на двух административных участках, которые находятся на территории поселка Марки. Общая численность населения на подведомственной участковом территории превышает 7 тысяч человек. Александр Александров отмечает, что работать в полиции захотел сразу после окончания техникума. Самым главным в работе с населением он считает психологический контакт. Впереди у «Народного участкового Мариел» финальный этап конкурса, который пройдет в Москве накануне Дня полиции. Лучшие пловцы страны из числа сотрудников полиции будут соревноваться за звание чемпионов в Йошкарале. В столице Мариел пройдет ведомственный чемпионат по плаванию МВД. Участие в масштабном турнире примут более 400 полицейских практически из всех регионов России. «Такой чемпионат в нашей республике проводится впервые. На самом деле мы, наверное, заслужили проведение такого чемпионата. У нас прекрасная спортивная база, у нас два водных дворца спорта. Когда мы подали свою заявку на Министерство внутренних дел России, ее рассмотрели и с большим удовольствием предоставили нам право провести такой чемпионат на базе наших водных дворцов. Совмещать работу с занятием спортом – это для сотрудников необходимость, потому что те нагрузки, которые ложатся на плечи сотрудников, они не могут быть без занятий спортом, занятия служебно-прикладными видами спорта. У нас обязательно – это огневая подготовка, обязательно два часа в неделю – физическая подготовка. В общем-то, сотрудники с большим удовольствием занимаются и занимаются не только плаванием, это занимаются единоборствами, это занимаются легкой атлетикой, зимними видами спорта. То есть для сотрудников это в порядке вещей – это норма. В чемпионате примут участие 55 команд – это сборные территориальных органов полиции и 15 команд от профильных вузов и училища МВД. Отмечу также, что среди участников – призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по плаванию, являющиеся действующими сотрудниками полиции. Чемпионат пройдет на базе Дворца водных видов спорта «Мэриэл». Вход для зрителей бесплатный. Турнир стартует в понедельник, 22 октября. Образовательные гранты, наставничество от опытных бизнесменов и представителей госуправления, а также шанс попасть в кадровый резерв страны. До окончания приема заявок на конкурс «Лидеры России» остались считанные дни. Сфера, в которой работают кандидаты, не важна для того, чтобы стать одним из участников и побороться за звание лучшего руководителя. Главное – стремление к саморазвитию и набор лидерских качеств. Первый открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России», который проводился в прошлом году, объединил тысячи участников со всех регионов страны. Лучшие из лучших управленцев бросили вызов себе и своим коллегам с целью показать, что будущее в надежных руках. Из «Мэриэл» на конкурс также были поданы заявки, но лишь трое участников смогли дойти до полуфинала. Один из них – Иван Поспехов. Выпускник Юрфака Марго без сомнений решился, как он сам говорит протестировать свои знания, умения и навыки. Любые факты, они познаются хорошо в сравнении. И вот именно сравнить, насколько мой уровень соответствует уровню других управленцев России. Обменяться идеями, обменяться новыми какими-то формами взаимодействия, опять же, расширить географию деловых контактов. Ну и посмотреть, насколько я могу быть полезен нашей стране. В целом, эти как раз таки цели мои, я считаю, были достигнуты полностью. Участие в этом конкурсе было для меня очень таким полезным, жизненно необходимым опытом. В свои 31 практикующий юрист Иван Поспехов не без гордости рассказывает, как ему, относительно молодому специалисту, удалось обойти многих куда более опытных конкурсантов и войти в число тысячи лучших полуфиналистов страны. В Приолгском федеральном округе он вошел в топ-50 лучших руководителей. До финала не хватило совсем чуть-чуть. На очном этапе конкурса были заявлены к решению очень интересные кейсовые задачи, благодаря которым именно в командной работе были выработаны, показаны интересные подходы, которые я впоследствии применял на практике, как очень интересные и очень полезные для именно моей профессиональной деятельности. Потому что когда варишься в своем соку, это одно, потому что иметь какие-то, допустим, стандартные алгоритмы решения задач и так далее. А здесь позволяет взглянуть на рабочие задачи по-иному, по-новому. Это очень и очень большой плюс. «Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Попробовать свои силы здесь может любой руководитель, конечно, отвечающий определенным требованиям конкурсантам. Чтобы попасть в сообщество лидеров с высокими перспективами для своей карьеры, совершенно неважно, в какой сфере вы развиваетесь. Достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее 5 лет. Для молодых участников до 35 действуют облегченные условия. Два года на руководящей должности будет вполне достаточно. До окончания регистрации участников на новый конкурс «Лидеры России» осталось несколько дней. Кстати, Иван Поспехов подал заявку на конкурс второй раз. Не столько ради выигрыша, хотя, конечно, без стремления к победе никуда, сколько ради опыта и практики. В конкурсе могут участвовать люди, которым на момент объявления конкурса не исполнилось 56 лет. В связи с чем, я бы всем посоветовал в этом конкурсе участвовать, потому что это очень и очень ценный опыт, который им в дальнейшем крайне пригодится. Приобщиться к высокому искусству, воочию увидеть подлинные работы великих русских художников, творивших в 18-м начале 20-го века. Шишкин, Серов, Бенуа, Крамской, Тропинин. Картины всемирно известных мастеров живописи в предстоящие четыре месяца будут доступны жителям Мариэл. В Национальной художественной галерее открылась выставка из века в век сокровища русского музея. В максимально сжатые сроки доставлены и собраны в экспозицию. Разве что на этапе распаковки были ожидания. После дороги полотна, как дети, требовали повышенного внимания, ведь по паспорту многим два-три века. Сутки на адаптацию, после чего за дело взялись специалисты русского музея вместе с ежкаролинскими коллегами. В итоге второй этаж галереи стал местом экспозиции подлинной русской живописи 18-го начала 20-го веков. Вы знаете, у меня просто задрожали колени. От восторга, от счастья. Может быть, это не починовниче сейчас я говорю, потому что я сейчас говорю как, наверное, человек, который отношусь к творчеству больше, степени своей жизни. Конечно, это счастье. Каждое полотно можно рассматривать часами. Знаменитые яблоки Кузьмы Петрова-Водкина, девушка в платке Алексея Венецианова, работа из постоянной экспозиции русского музея, полотно Ивана Шишкина у берегов Финского залива. Кстати, в авторской раме. Вообще, обрамление картин – это отдельный предмет детального изучения. Галина Кузьминична, рамы без внутреннего содержания являются в том числе предметами декоративно-прикладного искусства. У каких работ стоит остановиться и рассмотреть их детальнее? Да, конечно. Многие рамы являются сами по себе самоценны. Тут несколько рам. Да вы сами их увидите на экспозиции. Они вот такие вот огромные, тяжелые, даже визуально тяжелые. Это как прическа на женщине. Вот она очень иногда большую роль играет. Вот, вы понимаете. Вот если бы вот эта была простой черненькой, она не была бы такой роскошной. Специалисты из северной столицы высоко оценили возможности выставочных залов Ешкаралы, признав, что многие из полотен русского музея здесь заиграли новыми красками. Конечно, возвышенно, даже пробивает слезу в некоторые моменты, потому что я эти картины... Я посещала музей Тарусский несколько раз, но здесь как-то все с таким трепетом, что очень волнительно. Хорошая картина. Хоть я и не знаток, конечно, но да, надо почаще организовать именно такого формата мероприятия. Многие картины мне известны. Ну, Кустодиев я давно уже увлекаюсь и знаю хорошо, поэтому, увидев известную картину Кустодиева, конечно, я пришел в изумление в это. И мы довольны, что действительно можно прийти у себя в городе, походить, посмотреть, получить удовольствие. Крупнейшие музеи страны не практикуют перевозить в региональные музеи большие выставки. Да и не каждый регион может обеспечить условия для приема такой коллекции. Проект «Из века в век» сокровища русского музея на уровне региона претендует на то, чтобы стать главным культурным событием года, которое безоговорочно поддержали региональное министерство культуры и администрации Ишкаралы. Проект состоялся в том числе благодаря вашей инициативе. Как долго велись переговоры с коллегами Санкт-Петербурга? О переговорах мы начали полгода назад, достаточно активно. Я очень рад, что мы смогли найти то самое окно, когда у русского музея была возможность предоставить свои фонды и вывезти их в Ишкаралу. Вы же прекрасно понимаете, что этот музей, он один из самых востребованных в мире. И поэтому у сказкого счастья, что именно в канун Нового года, в завершении 18-го, в начале 19-го года, данная выставка будет находиться у нас. Какие условия были поставлены перед регионом, чтобы мы смогли принять эту выставку? Я могу сказать, что условия достаточно нежесткие, но понятно, что это финансово затратные, но не настолько, насколько бы это было, как говорится, дороже денег. Какое счастье, что это в нашем городе, какое счастье, что это Мариэл, и мы к этому причастны. Здорово, замечательно. Я призываю всех быть здесь и за эти четыре месяца прийти и неоднократно прийти с самими, своими знакомыми, с семьями и окунуться в великое русское искусство. Оно вдохновляет, погружает в свои, но и раз неведомые переживания. Таким и должно быть высокое искусство. И кажется, раза не хватит, чтобы суметь понять все то, что представлено в Большом зале художественной галереи. Для удобства посетителей каждое полотно сопровождается информационной запиской. А в зале уже после официального открытия будут установлены дополнительные банкетки. Посетить русский музей для кого-то и сегодня мечта. Искусство, как известно, не имеет границ. Сегодня полотна известных во всем мире мастеров. На расстоянии вытянутой руки в Ешкарале. 90 лет назад Ешкарала перестала быть медвежьим углом. 21 октября 1928 года в столицу Мариел впервые в истории прибыл поезд. В преддверии юбилейной даты в музее истории города собрались ветераны железнодорожной отрасли. Те, кто еще помнит, как паровозы сменились современными локомотивами. Под конец тут, перед пенсией, я не знаю, сколько там, несколько лет, пришли новые дизель-поезды, значит, словацкие. Они все на электронике. Их тоже учить надо. Вроде и престиж. Ведь везешь, он Мариел возил в Канаш, он по Канаша, с Пригором в Казань, в Яранск. Опять же, престиж, люди доверяют тебе. Что самое главное в этой профессии? Чтобы нервы были в порядке. Не надо там торопиться, психовать. Напомню, решение о строительстве железнодорожной ветки «Зеленый дол Йошкар-Ола» было принято в 1921 году. К работам приступили два года спустя. На саму ветку строили в течение пяти лет. Прибытие первого поезда стало важной вехой в истории столицы Мариел. Именно с этого момента надежное транспортное сообщение связало Йошкар-Олу в буквальном смысле со всей страной. Это были новости на телеканале Метер. Выпуски на марийском языке смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте метер12.ру, на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова